Кубы, Лаоса, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана Сегодня наблюдали Минственного института Министерства обороны Республики Таджики Подполковник Хафиззада Файзи Мухаммад На Красной площади военнослужащие вооруженные Мимо трибун проходит парадный расчет вооруженных сил Республики Узбекистан Командует расчетом первый заместитель командующего войсками Ташкентского военного округа Полковник Шакир Хаир На Красной площади юные участники парада Мимо трибун торжественным маршем Таджики 289 тысяч жителей Таджикистана были призваны в годы Великой Отечественной войны В ряды Красной Армии Еще 45 тысяч человек отправились на трудовой фронт Откуда многие также попали в войсковые части и соединения Около 100 тысяч солдат и офицеров из них погибли Это была очень тяжелая потеря для населения республики Общая численность которого перед войной составляла порядка полутора миллионов человек Звание Героя Советского Союза получили 68 жителей Таджикской ССР Боевых наград за проявленное на фронте мужество были удостоены более 50 тысяч воинов Из них 21 является полными кавалерами Ордена Славы Одним из героев прославивших свой народ в борьбе с фашизмом является Домула Азизов Командир пулеметного расчета 69-й стрелковой дивизии Он погиб при освобождении Беларуси от немецких захватчиков В составе десантной группы младший сержант переправился через Днепр И первым бросился во вражескую траншею Домула уничтожил находившихся там солдат противника, бросив гранату Затем он развернул немецкий пулемет и открыл огонь по гитлеровцам Этот неожиданный и смелый маневр позволил обеспечить форсирование Днепра основными силами Красной Армии Исмаил Хамзалиев, еще один герой Советского Союза Он совершил подвиг на Курской дуге Командир орудийного расчета не позволил вражеским танкам прорвать оборону Когда его артиллерийская установка была подбита Сержант открыл огонь из другого орудия, расположенного поблизости Его боевой расчет погиб, раненый герой продолжал вести огонь, подбивая танки противника и истекая кровью Узбеки Накануне войны в Узбекской ССР проживало почти 6,5 миллиона человек В 1941-1945 годах на фронте погибло около 420 тысяч жителей республики А всего в ряды советской армии были призваны порядка полутора миллионов узбеков 338 героев Советского Союза породила эта древняя земля Еще 53 воина в ходе Великой Отечественной были удостоены ордена славы всех трех степеней Разные боевые награды получили 120 тысяч узбеков В составе легендарной панфиловской дивизии жители республики обороняли Москву Они сражались в Сталинграде, на Кавказе, участвовали в боях за Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь Освобождали от фашистских захватчиков Польшу, Венгрию и другие страны В Узбекской ССР были сформированы 21-я и 44-я кавалерийские и 258-я стрелковая дивизии, а также 90-я и 94-я отдельные стрелковые бригады Командир саперного отделения 13-го гвардейского стрелкового корпуса Сатым Нурметов совершил свой подвиг 7 апреля 1945 года Под Калининградом сержант гвардии и четыре сапера, которыми он командовал, обошли с тыла позиции вражеских артиллеристов И в результате неожиданной атаки захватили в плен 25 гитлеровцев, также завладев орудиями противника Затем бойцы Красной Армии повернули дуло немецких пушек против врагов, попытавшихся отбить утерянные позиции У фашистов ничего не получилось, Сатым Нурметов и его бойцы продержались до прихода подкрепления Еще один из многочисленных героев узбеков Джурахан Усманов, помощник командира взвода 69-й стрелковой дивизии Участвовал в форсировании реки Сож на территории Гомельской области 29 сентября 1943 года Вместе с взводом старший сержант отразил более 30 вражеских атак Когда осталось лишь 9 бойцов, у них кончались боеприпасы В этой, казалось бы, безвыходной ситуации Джурахан предложил крайне смелое решение Собрать на поле боя неразорвавшиеся гранаты и патроны Бойцы отважились на такой риск Им хватило боеприпасов, чтобы дождаться подкрепления И, конечно же, одно из самых лучших достижений Узбекистана Согласно статистике, в годы Великой Отечественной войны В Узбекистан было эвакуировано 400 тысяч детей Из них половина были сиротами Великая семья Шамахмудовых взяли на воспитание И усыновили 15 детей, потерявших родителей во время войны Пишите, ребята, что вы думаете по поводу этого ролика Я очень старался и хотел сделать так, чтобы он вам понравился Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки Всех уважаю, ценю и люблю Всем пока!